С начала года в Коми зарегистрировано 454 преступления, связанных с оборотом, хранением и употреблением наркотиков. Среди уличенных в нарушении закона оказались и трое несовершеннолетних граждан. Уголовные дела в отношении них пока на стадии расследования. Такую статистику в ходе прямой линии в общественной приемной главы Коми огласил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми. Тимофей Морев также подчеркнул, в целом последние пять лет ситуация с оборотом наркотических веществ в республике остается напряженной. Однако, что касается несовершеннолетних правонарушителей, здесь статистика в сравнении с прошлым годом улучшилась. Если брать отдельную преступность несовершеннолетних, то в этом году, конечно, мы наблюдаем снижение. Если в этом году у нас задержаны трое несовершеннолетних, то в прошлом году 80. То есть, видим, фиксируем, несмотря на пандемию, несмотря на то, что те профилактические мероприятия, которые мы планировали провести в прошлом году, в связи с пандемией не проводились. В Коми сегодня функционируют три специализированных медицинских учреждения для лечения наркотической зависимости. За прошлый год лечения прошли 87 человек. При этом на учете на сегодняшний день больше 700. Как подчеркнули специалисты, первый этап в лечении наркозависимости всегда – это профилактическая работа. И проводить ее необходимо не только в образовательных учреждениях, представителям специальных ведомств, но и родителям в семье.